Добрый день! Уже мы любители шахмат. В этом видео я расскажу, как сделать ничью с международным мастером мужским, с адвокасовой динарой, четырехкратной чемпионкой мира. Ну, я не помню в каких годах, но следите в Википедию, в принципе, это имеется в виду среди девушек, среди девочек турниры, но она единственная четырехкратная чемпионка мира, а также текущая чемпионка Азии 2019 года на момент записи этого видео и на момент партии. Итак, соперница регулярно играет закрытые дебюты, я готовил закрытые дебюты, и в итоге последовала Е4, защита карака. Естественно, была избрана Д4, Д5, Коин С3, ДЕ, Коин С4, С4, С5, Коин С4, 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 С4. И здесь, конечно, я решил избрать Е6, продолжение, которое я считаю самым, на данный момент, непробиваемым, ну и экономящим большой пласт теории, потому что если билы сыграют, соответственно, не принципиально, именно Х5, С7, С3, 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 С3. И играем Коин С6, и сразу половина теории отбрасывается, потому что она С4 и С6, ввиду того, что наш Коин С7 стоит на Д7. Но также же она отметит, что она С2, я уверен, что С5 в данной позиции возможен, и я не вижу, как Билмер реально боролся за перевес после этого кода. Что-то такое сокращение теории по сравнению с моим курсом видео, я просто очередной раз напоминаю видео, соответствующим, как строит дебютный репортар, говорим про это. Ну и, соответственно, Коин Е5, это сам принципиальный ход, ну, я был знаком с теорией, С7, С3, 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 С4, С4, С1 Е7. Именно за данного хода С1 Е7, в принципе, наверное, данная линия закрывается полностью. Сложно придумать за Билл что-либо. Возможно, КОНЕ Ж5 здесь можно попробовать, но тоже не верится в этот ход, разве что черные не будут готовы к нему. С1 Д2, это естественный ход, но тут следует КОНЕ Ж5. КОНЕ Ж5, КОНЕ Ж5, КОНЕ Ж4, КОНЕ Ж7, КОНЕ Ж7, КОНЕ Ж8, в принципе, эти 16 ходов делаются форсированы. И тут, наконец, у Биллов есть ответвление, они могут сыграть КОНЕ Ж7 и КОНЕ Ж6. Моя соперница сыграла КОНЕ Ж6, КОНЕ Ж5, КОНЕ Ж5, КОНЕ Ж6. Здесь я вспоминал, что сначала делать, КОНЕ Ж5, либо ЛОДЯ Ж2, то ЛОДЯ Ж2, так вспомню. Ну и тут очень много интересных вариантов есть. Просто смотрите мое видео, которое касается разбора данной позиции. Очень часто Билл убьет Ферси 7, тогда ПС ВОДЯ Д2, Ферси Д8, КОНЕ Ж8, КОНЕ Ж7, ВОДЯ Д25, СЕ3. Получается, какое мертвое ничейное окончание, черно легко делает вечный шаг. ПСН С1С3, но я думал С1С1 тоже интересный ход. Мы не будем. В теоретической части, в общем С3, после этого КОНЕ Ж5, Ферзи 7, ВОТЯ Ж7. И соперница уверенно сыграла Ферзи Ф6. Я не знаю, насколько она глубоко была готова в этой партии. Ферзь h5, конечно же, тоже возможный ход. Почему? Почему? Потому что после конь g3, ферзь f6, белые нападают на ладью, и черные вынуждены играть в коне f5, если бео хотят ничью, они могут повторять варианты, но ферзь f4. И здесь черные должны знать, что ходит c5, d3, cd, и белые делают временную жертву. Фигура, свобода, d4, вадя g4, вадя g2, вадя g4, вадя g4, и после данного разгона черная игра от вадя е2, эта пешка отыгрывается, возникает ничей на вадя и на окончании. Но последний ход ферзь f6, не лучший ход, я помню партию Купрейчик-Новик, и идею, связанную с тем, что черная игра от вадя g8, а3, надо белым делать форточку, и ферзь d7. И я помню, что в той партии последовал вадя h5, вадя g6, вадя f5, еf, в принципе, черные легко победили, потому что сразу блокируют пешку е, ферзем, и ведут пешку f вперед. Последний ход слон b4, к сожалению, я забыл свой анализ, скажем так, 24-й ход, сильный ход усиления предыдущей партии. Я понимал, конечно, что тут вадя g6 плохо, потому что следует вадя h8, ну и после ферзи e8 произойдет данный размен. Компьютер рисует нули, но в принципе в партийской партии это не очевидно. Да, черные там сейчас начнут играть на блокаду, b5 поставят, по гамбе его будут играть. Но в моем анализе был указан ход b6. Еще раз говорю, если вы выходите на такой профессиональный уровень, когда требуется точная подготовка в очень острой линии, то нам нужна очень хорошая память. Ну то есть тот ход, который я сделал, он тоже нормальный, но он не ведет к перевесу. Хотя мы сейчас увидим, что партия могла быть очень забавной. Если соперница справа бы другой ход, но я уверен, что она даже этот ход не рассматривает, причем и я. Так, игра в c4, cd5, и теперь проявляется смысл хода b6, то, что черные играют в ладья g6, а после ладья h8 уже следует c5. Он подвисает, надо убить на g6, и дальше черные забираются до самой смешно. Что хоть d4, этот ход делается рукой, он не точный, а после cd у черных, согласно движку, небольшой перевес. Ну в принципе, я думаю, что реализовать его не так легко в практической партии. То есть, таким образом можно было улучшить мою игру, но я справа в fc8, и белые могли сыграть d5. Скажу честно, я этот ход во время партии не рассматривал. cd, ладья d5, потому что, ну кажется, что за бред черные играют в ладья g6, ферзь под боем. Но тут начинается, согласно компьютеру, самое веселье. Следует ладья h7, ладья бьет f6, ладья c5, король b8, ef. Угроза f7 реальная, поэтому следует ферзь d8, f7, ладья g1, король a2, клин d6. И черные хотят ударить на f7, поэтому белые должны отдать ладью. У них несколько ходов таких забавных. Мне больше всего нравится первая линия компьютера, ладья g5. Просто фантастический ход с точки зрения человека. Ну, все очень прощается. После ладья g5, ладья d6, ферзь d6, белые проводят ферзь, и получается ничей на кончание. В общем, так белые могли сделать ничью, согласно компьютеру. Ну, последовал ход в ладья df1. И, конечно, я понял ладью этого хода, потому что если я сыграл код g3, то ферзь g7, ладья g7, ладья f8. Мы после размена на f8. Просто ладья на кончание, либо ладья на своевновом кончание, с лишней пешкой у белого. Ну, я сыграл ладья f7, ладья f5. И тут я долго сомневался, что делать. Ну, в принципе, я когда ладья f7 ходил, я этот ход долго думал, что лучше ладья f7. И ладья g6, но если мы играем в ладья f7, ладья f5, то, в принципе, мы можем ударить либо ладья бьет f6, либо e на f. Ну, я побоялся в партии сыграть e на f. Дело в том, что я оценил, что после ферзь h6, но как-то e6 опасно выглядит. Тем не менее, компьютер бешут, тоже в этой позиции у черных небольшой перевес. Как это объяснить мне сложно, потому что вроде бы пешка e5, так же слона b4 выглядит активно. Но, на самом деле, черные хотят, наверное, собрать fg6, король d7, fc6, активизировать позицию. Вот. Вот это был мой единственный, наверное, шанс на норму гроссмейстера в этом турнире, потому что я стартовал 3 из 3, и чтобы реально идти на норму гроссмейстера, надо было выигрывать и эту партию, и тогда бы мне дали еще 2 гроссмейстеров. Но, увы, не судьба, не в этот раз. Вадья f6, вадья f6. Ну, я понимал, что эту позицию очень сложно выиграть за черных, но и проиграть ее сложно, поэтому я на нее пошел. Ферз d7, ну, следующий ход, естественно, слон d6, белый занял, хорошее поле до слона, b6, вадья f7, вадья f7, вадья f8, c5, тоже, естественно, ход. Я ввожу ферзя в игру, dc4, b3. Ну, и тут единственная ошибка, можно сказать, в данной партии, неточность. Потому что тоже увидеть это, ну, скажем так, предыдущие ошибки, можно сказать, ошибки, связанные с плохой памятью, либо недостаточно глубоким анализом, именно игровая ошибка. То есть тут надо было сыграть ферзь e4 и много других ходов. Вел к полному раунцу, я сыграл ферзь d4, и я и моя соперница пропустили очень сильную идею за белок, которая, впрочем, я не думал, что дает ей много чего. А именно сыграть вместо вадья b8. Такой ход, конечно, делается рукой, вадья b8, потом взять на b6. Вадья 8, f4. Очень неожиданный ход. И на ферзь d5 сыграть вадья c4. Черные бьют bc, и белые не забирают пока на c5, потому что там будут размены, а следует ход король b2. И вот тут реально, возможно, я бы не поднял практически партию, что черным надо играть вадья c7 и отдавать качество. Но из-за того, что пешка на e5 слабая, у белок слабый король, в принципе, эта позиция, скорее всего, белыми не выигрывается. Ну вот такой вот шанс до белок, скажем, очень маловероятный. Люди тоже так не играют. Ну то есть моя соперница практически, ну что можно сказать, не угодавилась дебютная линия, я оказался в ней достаточно хорошо готов. Грубых ошибок тоже не совершала. Дб8, король c6, cb, а ладья g1, поменялись, я просто дал шаг. Мы согласились на ничью. И в принципе, дальше было забавно. Потому что вот пардомбец, это именно турнир, там где с читерством борются очень жестко, там металлоискатели, ну и рэндом чек. Соответственно, любого участника после партии могут вызвать, ну не участника, а сразу двух участников, на рэндом чек. То есть проверить металлоискателя, поискать вещи. И забавная вещь, ну то есть я обычно ношу свои документы, также карточки, ну паспорт, карточки в кармане, которые находятся внутри, то есть под рубашкой. Не вне, а внутри рубашки, ну то есть вообще никаких шансов, возможно, грабить или не было. Ну не оставлять номера даже в европейских странах, мало ли что может произойти там пожар. А так со мной всегда самые важные вещи. И соответственно, ну естественно, я понимаю, что если металлоискатель, это вот, знаете, сработает, все равно меня просят, что я делаю. Типа, ну типа, сначала вытащил все вещи из кармана, а потом говорю, что мне надо снять у меня вот тут это. Я снял рубашку, ну так, снял, расстегнул рубашку и снял это, сумочку, достал оттуда банковские карточки, то есть на паспорт меня просканировали, там, ну ничего, естественно, другого у меня не было. А еще забавно, что мою шляпу сканировали, ну тоже там ничего металлического не нашли. И, соответственно, ну, мы соперницу вообще фактически не проверяли и разошлись. Ну, то есть больше меня в этом турнире не проверяли. Ну, там, наверное, один раз только проверяют за турнир. За всем этим очень внимательно наблюдал ангресс-мейстер Мерзоев и сказал после этого, Ну, поздравляю тебя, ты не только сделал ничью теоретическую, фактически, с сильной шахматисткой, но также ободрился показать ей стриптизм, спорный. Вот такая вот забавная история. На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok